Здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале Процветок. Меня зовут Константин Шишко. Мы сегодня будем стричь бонсай из можжевельника среднего. Похоже, что это минджулеп. Мы уже определились с ветками, которые нам мешают, что мы будем формировать. Ну и как бы я начинаю работать. Вот эта вот ветка, она дает какое-то перекрестие, и она когда-то была надломана, то есть мы ее удаляем. Мы удалили эту ветку. Ну и вот сейчас мы видим, уже у нас что-то просматривается. Сейчас мы начнем стричь. Основные элементы, которым мы уделим внимание, всю остальную портель мы удаляем. Открываем графику стволов. Вот это нам нужно. Вот это нам не нужно. И всегда рекомендую каких-то элементов оставлять больше. Потому что пройдет время какое-то, вы походите, посмотрите, и что-то еще можно удалить. А уже если удалили, то уже удалили, да. Так, вот это основные элементы, которые у нас будут, из них мы будем формировать. Вот эта веточка тоже нам не нужна. Так. И все время поворачиваем, для того, чтобы видеть. Так, вот эта веточка тоже нам не надо. Так. Ну и вот мы можем уже сократить вот этот прирост. И какую-то задать уже вот форму. В этом направлении. Потом какие-то изгибы, высоты мы будем формировать с помощью проволоки. Опять. Вот это у нас ветка лишняя, она выбивается из общей массы. Здесь мы тоже. Ну вот. Да. Это тоже у нас мы можем так пока. Это у нас пока предварительная стрижка. А детали уже, детали, которые мы будем, как их, уже в чистовую. Это чуть позже. Сейчас мы просто стрижем, задаем каркас основной. Как в парикмахерской. Так. Получается. Да. Вот так. Ну, вот тут вот эту веточку нам бы хотелось немножко наклонить. Для этого мы берем проволоку специальную для таких целей. И начинаем формировать. Обматываем. И тогда мы сможем, благодаря этой проволоке, мы можем давать ей какие-то направления. Хотя часто бывает, можно взять проволоку по более такую. Вот это нам ничего не мешает. А здесь эта проволока не совсем подходит, потому что она слабенькая. Для этого мы возьмем алюминиевую, более такую, более такую жесткую. Проволоки сохраняются в течение года, а потом они просто убираются. Ну, вот, благодаря этой проволоке мы можем задавать любое направление. Так, этот кусочек мы тоже удаляем. Так. Все сухие ветки удаляем. Так. Вот эта веточка нам надо задать ей направление. Ну вот, сейчас получится. Сейчас у нас это получится. И мы можем задать любое направление. Так. Два. Четыре. Пять. Семь. Число семь. Хорошее. Ну, вот это еще, наверное, мы должны куда-то, куда-то ее зафиксировать в том положении. Похоже так, да? Хорошо. Ветка тонкая. Я думаю, что вот эта проволока справится. Проволока справится. Ну, вот. Так, вот этот элемент у нас, наверное, хотя может быть и ничего. Осталось выбрать хорошую плошку, достать ее из контейнера и пересадить. В следующем году только стричь. Можжевельник очень дает хороший прирост. Единственное, не забывать. Поливать, если вы какое-то время пропустили, полили, не полили, то вы все загубите. То есть, это очень важно. Полив. Пространство у него, ком земляной маленький, он ограничен. Поэтому мы... Ну, вот, получилась какая-то форма в виде бонсай. В данный момент у нас нету плошки, но когда мы будем его пересаживать, мы достаем это земляным комом вместе. Немножко землю, часть земли мы убираем, потому что она нам не нужна. А еще можно его посадить чуть-чуть выше и вот эти скелетные корни оголить. Ну, и тогда уже как бы оно будет законченным. Настоящий момент. Вот так мы и оставляем. Вот какие-то мы тут детали еще подправляем. А, в общем-то, вот вы своими руками можете за какое-то короткое время сделать бонсай. Осталась только стрижка в период вегетации. Ну, и, конечно, будет время идти. Вы будете детально подходить к каждой веточке, смотреть с разных ракурсов. Ну, и понятно, где он будет стоять, то мы выбираем точку. Хотя, в данном случае, наверное, вот как бы я сказал, что вот эта видовая точка. Вот эта точка видовая. Мы просматриваем эти, эти выше, а мы уже там дальше можем формировать и сгибать, как мы хотим. Для того, чтобы он оставался в таком мини-объеме, мы пересаживаем его в контейнер. Он должен быть плоским. Плоским, невысоким. Где-то вот на такой высоте. Форму вы выберите сами. И только стрижка. Каждый год мы его стрижем. Все, что вырастает из заданных параметров, он, он все состригается. И после того, как мы будем постоянно стричь, он будет заполняться и становиться, масса становиться более плотной. Все, успехов вам. Всего хорошего. Трудитесь. Субтитры создавал DimaTorzok